Бокал горячего грога, потрескивание дров в камине, сделают любой холодный вечер гораздо более приятным. Сегодня речь пойдет о дровяных каминах, которые вы в большом ассортименте найдете в торговом комплексе «Каширский двор». Привет! С вами я, Алексей Самсонов, на YouTube-канале «Каширский двор». Дровяной камин в загородном доме или на даче – это очень стильно. Живой огонь создаст неповторимый уют и комфорт. А в зависимости от модели дровяные камины могут обогревать сразу несколько комнат. Но будьте готовы к тому, что это повлечет постоянные дополнительные траты на топливо и регулярное обслуживание. Но если вы все-таки решили приобрести дровяной камин, посмотрите, на что нужно обратить внимание при его выборе. Все камины можно разделить на две основные категории. Собственно, сами камины и печи-камины. Это отдельно стоящая конструкция. Печи-камины значительно меньше самих каминов. Их проще установить. Модели имеют разного рода формы и цветовые оттенки. У некоторых есть даже духовка и варочная панель. Что же касается самих каминов, то они начинаются с топки. Она является сердцем камина. Покупка уже готовой топки сильно облегчает процесс возведения камина. Здесь масса преимуществ. Ну, сами посудите. Готовая топка в первую очередь это пожаробезопасность. Во-вторых, возможность регулировки и контроля процесса горения. КПД по теплоотдаче некоторых моделей 86%. По сравнению, вы только слушаетесь, с максимум 20% каминов, выложенных из кирпича. Помимо этого, топки крайне просты в чистке и уходе. А некоторые модели даже имеют защиту внутренней поверхности стекла от копоти. Системой воздушная завеса. Сейчас я покажу, как это работает. В верхней части топки имеется специальный воздушный канал. Холодный воздух через этот канал поступает в топочную камеру и опускается вниз вдоль стекла, тем самым образуя воздушную завесу. Но если топочная камера была сильно загружена, или сырые дрова, или хвойные породы дерева, то стекло все равно закоптится. С помощью этой же системы стекло очищается. Достаточно увеличить приток воздуха, а соответственно и кислорода. Температура горения увеличивается и сажа на стекле обгорает. Конструктивно топки, пожалуй, можно разделить на два вида. С колосниковой решеткой и без нее. Объясню, в чем различие. Колосниковая решетка облегчает процесс очистки золы. А в топках без колосниковой решетки придется использовать совок. Но топки без колосниковой решетки имеют более высокий КПД по теплоотдаче за счет герметичности всей конструкции. Такой вид горения называется подовый. Современные модели имеют разные режимы подачи кислорода для разных режимов горения. Например, режим старта, когда требуется повышенное количество кислорода. Ночной режим, когда требуется небольшое количество кислорода. Режим очистки стекла для воздушной завесы. И даже режим красивого огня, когда вы хотите удивить гостей. Кстати, крупные производители в последнее время все чаще и чаще отказываются от колосниковой решетки в пользу более технологичных моделей. По материалу изготовления каминные топки бывают двух видов. Чугунные и стальные. Какую же выбрать? В чем отличие? Сталь материал более гибкий. За счет этого есть возможность изготовить гораздо более широкий ассортимент топок. Как по формам, так и по размерам. Толщина стен в стальных топках 4-8 мм. В чугунных же 10-12 мм. То есть почти в два раза толще. Отсюда есть вероятность, что стальные топки прогорают быстрее. Плюс сталь лучше отдает тепло и топка быстрее остывает. Чугун же отдает тепло хуже. И топка держит жар дольше. Так вот, чтобы стальная топка держала дольше тепло и не прогорала, ее изнутри облицовывают. Смотрите. Этот белый материал и есть внутренняя облицовка. Такой процесс называется футеровка. Для футеровки используют, как правило, три материала. Самые популярные материалы для футеровки – это шамотный кирпич, вермикулит и литьевая керамика, которая, кстати, имеет наилучшие показатели. Литьевая керамика выдерживает температуру до полутора тысяч градусов. Обратите внимание, она всегда белая. Белый цвет лучше отражает пламя. Огонь более красивый, а температура горения более высокая. Отсюда и повышенный КПД всей топки. В результате футерованная стальная топка всем хороша, но чугунная дешевле. После того, как вы определились с выбором материала для топки, встает вопрос. Какого размера купить камин? Какой мощности? Здесь необходимо руководствоваться одним простым правилом. Один киловатт мощности камина обогреет 10 квадратных метров помещения. Как же узнать мощность камина? Да очень просто. В каждом паспорте каждой модели мощность написана. Например, этот образец имеет мощность 12 киловатт. Значит, он легко обогреет комнату 120 квадратных метров. Камины бывают разной мощности. 6, 8, 12 и более. А что будет, если настолько мощный камин поставить в небольшое помещение, например, 30 квадратных метров? Будет баня. Поэтому при выборе топки всегда руководствуйтесь этой простой формулой. И у вас будет идеальный комфорт. Выбирая себе камин в торговом комплексе «Каширский двор» для своего загородного дома или дачи, не забудьте получить карту «Новосел». В течение года после покупки земельного участка вам будут доступны скидки до 50% на строительные и отделочные материалы, а также мебель и товары для декора. Еще один важный нюанс, на который стоит обратить внимание при выборе каминной топки, это форма стекла. Стекло бывает с одной стороны, с двух сторон, а бывает с трех сторон. И даже со всех четырех. Какой выбрать, решать вам или вашему дизайнеру. Вы также можете выбрать один из способов установки. Установите камин пристенно, и он сэкономит вам пространство. Установите в углу, и это прекрасный вариант даже для самых небольших помещений. Поставите в центре, и такой камин идеально будет смотреться в большой просторной комнате. А можете встроить камин в стену. Это также один из прекраснейших способов сэкономить пространство. Наружу будет выходить лишь портал. Ну а когда камин выбран и установлен, пора добавить огоньку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!